Вот Игорь, кто меня не знает, и сегодня я вам расскажу про GoMetalInter, что это такое, как это использовать, зачем это вообще нужно и некоторые темы, которые касаются его. Но для начала я бы хотел поговорить о том, чем мы все занимаемся с вами. А мы занимаемся тем, что пишем код на Go и копируем код на Go со Stack Overflow наши проекты, поддерживаем какие-то старые новые проекты, но отчасти мы работаем с большим количеством кода и с разных проектов. Возможно, что частично то, что мы писали с самого начала, частично к вам пришел этот код от индусов, от каких-то других разработчиков. И очень тяжело, когда код написан по-разному, когда используются разные стилистики в написании кода, и понимать такой код, вот вроде он простой, но становится сложнее. Поэтому в Go есть такая штука, как Go Style Guide, кто не знает. Вообще, Go был задуман как язык для того, чтобы максимально минимизировать время для написания качественного кода для разработчиков совсем с разным уровнем опыта. То есть, чтобы новички, и чтобы те, у которых есть уже достаточно опыта как Go, так и вообще в программировании, максимально быстрее начинали писать качественный и работающий код. И Style Guide в этом очень сильно помогает вообще. Зачем вообще нужен Style Guide? В Style Guide описано, как правильнее наименовать переменные. Как правильно делать те или иные конструкции. Допустим, что если вы делаете именованные аргументы в возврате функций, то функция должна быть маленькая. Нежелательно делать такие аргументы в больших функциях. То, что вы должны комментировать код и прочее, прочее, прочее. Там очень много пунктов, и даже я их все на память не помню. Но все они приводят к тому, что они, Style Guide и все пункты в нем повышают качество нашего кода. Код становится более предсказуемый, более чистый, адекватный, корректный и более простой в понимании. Как это вообще добивается? То есть первое, что у нас есть, это компилятор. Он в Go уже отсекает какие-то моменты, которые присутствуют в других языках, которые некомпилируемы, которые работают через интерпретатор. Статистическая типизация, на мой там, помогает. Ревью. Ревью это вообще отдельная тема, которую сейчас я буду рассматривать на следующем слайде. Тест и опыт. Здесь как бы все понятно. По тестам очень много есть докладов. Как их правильно делать, как с ними работать, как их оформлять. Ну, а опыт это опыт. Здесь ничего не скажет. Что такое ревью? Ревью это когда вы написали какой-то кусок кода и вы просите, чтобы другой член команды или вообще просто другой разработчик посмотрел его и оценил, насколько вы вообще правильно его сделали. Не допустили ли вы там каких-то ошибок, которые вы не заметили. И по-хорошему, когда делается ревью, другой разработчик или несколько разработчиков, они, собственно, подписываются под этим кодом. То, что вот они согласны, что этот код правильный и они согласны его добавить в основную ветку. То есть сам автор кода таким образом немного снимает себя ответственность за то, что он написал этот кусок кода. Когда я был на конференции на гоферконе в Москве буквально месяц назад, меня немножко удивило, когда на аудиторию, где было человек 100-150, задали вопрос, а проводите ли вы ревью? И по рукам понятно было, что где-то процентов 30 только проводят ревью. Для меня это было немножко так дико. Я такой смотрел на все это, думал, что за... как это вообще возможно? Но потом я вспомнил свою предыдущую работу, где мы могли спокойно опушить в мастер-ветку и как-то не думали об этом. Потом я вспомнил, что у нас в сервере тоже есть проекты, где не всегда проводится ревью и как-то все стало на свои места. Но мне не нравится, когда вот такое положение дел, то есть мы тогда имеем некую такую анархию. И ревью должно проводиться. У него есть несколько таких основных проблем. Первое. Когда очень большая команда, пишется очень много кода и ревью ведь все это очень проблематично. То есть на своем опыте могу сказать, что когда у нас там было в команде 5 человек и 5-6 человек, и мы писали постоянно какие-то фичи, и Ивана, допустим, не было, и у меня уходило просто весь день, я просто успевал только ревьювить тот код, который написали другие разработчики. То есть на свои таски просто не хватало времени. Также еще есть такой момент, что при ревью очень сильно учитывается, сильно аффектится человеческий фактор тех людей, которые именно ревьюят. То есть, допустим, человек был уставший, ему лень было внимательно просматривать, он поставил лайки, все. Или, допустим, он смотрит, что я знаю этого разработчика довольно долго, он пишет хорошо, я не буду сильно вникать в него код, и я согласен, в общем, давайте это мершить. Это не есть хорошо, и от этого нужно как-то избавляться, как-то делать это более качественно. В этом нам помогают линтеры. Что такое вообще линтер? Линтер – это статический анализатор кода, который заточен на то, чтобы найти в вашем коде какие-то несоответствия с состав гайдом, или какие-то проблемы, потенциальные баги, или какие-то несоответствия с реквайрментом к коду на данном проекте, если у вас есть какие-то кастомные линтеры. То есть, что вы там не должны юзать какие-то определенные вещи. Гоу мета линтер – это сборник всех линтеров, которые, может быть, есть еще какие-то дополнительные, я не знаю. То есть, это сборник всех линтеров для Гоу, которые есть. И единая точка запуска их всех по вашему проекту. То есть, что они проверяют? Они проверяют оформление кода. То есть, соответствуют они стеллгайду или нет. Были ли запущены Гоуфм и тегу импортс на файлы или нет. Относительное качество кода. То есть, к этому относятся такие вещи, как проверка, обрабатываете ли вы эрроры на выходе функций или нет. При запуске Гоу мета линтера, при его постоянной проверке, допустим, как у нас, это сделано на GitLab CI-ке, выходит так, что мы экономим время на ревью. То есть, Гоу мета линтер с линтерами, они автоматически уже отсекают какое-то количество ошибок, какое-то количество неправильно оформленного кода до ревью. То есть, мы не тратим время других разработчиков на то, чтобы они вам писали, вот тут вот ты неправильно назвал переменную. И самое главное, что позволяет, что, чего мы получаем, когда мы пользуемся данной штукой, это то, что мы плюс-минус выходим на один код, на одну стилистику написания кода для разработчиков с разным опытом, с разным уровнем знаний. Потому что, когда человек новенький, он пишет, вот так вот у него получилось, вот так вот он скопировал код со Stack Overflow, вот оно заработало, и в принципе хорошо. И хорошо, когда новичок копирует код с ответа на Stack Overflow, а не с вопроса. Это как бы сильно упрощает задачу. Здесь у меня приведен список тех линтеров, которые присутствуют в сборке GoMetaLint. К примеру, есть такая штука, как поиск неиспользуемого кода, поиск на циклиматическую сложность функций. Какие-нибудь там, вот это вот очень хороший линтер на проверку, проверки ошибок на возврате функций. То есть, как видите, вот эти вот два списка, это те линтеры, которые включены по умолчанию в GoMetaLint. Также есть список, которые выключены по умолчанию, которые нужно включать отдельными конфигами или командами при запуске. Хочу обратить внимание на такие вещи, как GoSimple, по-моему. Да, GoSimple. Он иногда, вот он очень хороший линтер, и не знаю, почему он выключен по дефолту. Он мне иногда возвращал такие ошибки, я не смог, к сожалению, найти примеры, когда я юзаю какую-то функцию из STD-Liba, он мне говорит, парень, не юзай вот это вот, юзай лучше вот это. Она специально заточена под то, что ты делаешь. То есть, там очень интересные такие есть моменты. Также есть вот интересная вещь, как SafeSQL, которая потенциально может выводить вам, где у вас могут быть SQL-инъекции. Он не особо умный, конечно, потому что это довольно-таки сложная тема, но позволяет много вещей пресечь, если вдруг вы сделали какую-то такую вот ошибочку. Вот примеры некоторых линтеров, на что они реагируют, что они выводят. То есть, допустим, R-Check вот такой вот код не пропустят. То есть, маршал, он возвращает вторым аргументом ошибочку. Эта ошибка здесь кипнута, и она не проверяется, что не есть хорошо. Да, можно сказать, что там у вас в дате всегда будет только данные, которые вы сможете замаршилить, что не может быть такого, что там придет такое, что не сможете замаршилить. Но лучше лишний раз проверить, чем потом получить панику на продакшене. Или вот пример то же самое, где делается unmartial, он возвращает ошибку, эта ошибка здесь игнорится. R-Check на такую вот строку среагирует. VET, он реагирует на такие события, когда вы делаете, написали случайно ретурн функции где-то, и не заметили то, что у вас там еще есть какой-то код, то есть, вот он скажет, что вот это вот никогда не выполнится у вас. Еще пример, это то, что несоответствие ключей в формате строки с тем, что вы туда передаете. То есть, это нехорошо, это не смертельно, но качество кода падает. unused. Выводит список всех функций, аргументов, переменных, которые не используются. То есть, они бессмысленны, их нужно удалять, чтобы код был более понятный, более чистый. WebShadow, он спасает нас от перезаписи переменных, то есть, вот от таких вот ситуаций. Это ссылочка на GoMetaLinter, как его скачать. GoMetaLinter install, это он устанавливает все свои линтеры, вот весь этот список, который был перед, ну, пару слайдов назад, но там также сказано, что эта команда уже деприкадит, и нужно ставить линтеры в будущем по отдельности, то есть, вы там скачиваете линтеры, может быть, они добавят какую-то другую команду. Это как запускать линтер, то есть, вы запускаете GoMetaLinter. Рекомендую использовать вот такую вот запись, когда вы включаете абсолютно все линтеры, и потом дизейблите те, которые вам не нужны, или вы на данный момент не можете пофиксить все проблемы, о которых говорит этот линтер, и вам нужно время. То есть, конкретно с этим вот линтером, с даблом, он ищет дубликаты кода, но у него очень много таких вот нехороших срабатываний, где вроде да, вроде у вас идет дублирование каких-то строк кода, но если вы сделаете, напишите по-другому, то у вас очень сильно усложнится сам код, то есть, но при этом он очень часто находит реально такие очень полезные места, где не досмотрели, и, в общем, его нужно использовать как, его включаем в какой-нибудь другой команде, смотрим, на что он ругается, и фиксим то, что вам кажется, ну, то, что можно нормально пофиксить, то, что нельзя, то лучше не надо. Можно также взять, выключить все линтеры и включить только какой-то конкретный. По части, как вообще используется GoMetaLinter, у нас, к примеру, на проектах у нас в make-файле есть такая длиннющая команда со всеми там дополнительными ключами, которая нам нужна. На gitlab.ci у нас есть контейнер, в котором уже зашит GoMetaLinter, который запускается при CI, и, собственно, там первый степ, когда кто-то пушит что-то в git, это запуск GoMetaLinter. У нас на проекте примерно 38 тысяч строк кода в Go файлах вместе с тестами, то есть это, в принципе, немного. И на gitlab.ci время отрабатывания GoMetaLinter примерно 3 минуты. Это с учетом поднятия контейнера для всего этого запуска с клонированием репозитория и саб-репозитория и, собственно, на сам GoMetaLinter. То есть, в принципе, немного. Но сегодня, допустим, я запустил GoMetaLinter на такой проект, как Mattermost. Кто не знает, кто, может быть, пользуется, знает, что это такая бесплатная копия Slack. И он написан на Go. В нем что-то около 150-140 тысяч строк. Но Metalinter на нем отрабатывал минут 5, наверное, может быть, 6, не знаю. Но MacBook у меня шумел прилично. Вот по поводу этого дабла есть ситуации, когда вам нужно в коде сказать, что я не хочу, чтобы линтер ругался на вот эту строчку кода. Это можно сделать очень просто, просто поставив комментарий NoLint или NoLint и указать, какой конкретно линтер. Также их можно перечислить здесь через запятую. Когда это полезно? Например, есть ситуация, когда есть такой линтер, как GoSQL. Он находит цикломатическую сложность функции. То есть у него есть счетчик, он берет каждую функцию и каждый if, select, в общем, каждую такую вот операцию, он считает плюс один. И если по дефолту у него там счетчик стоит на десяти, если превышает десять, то эта функция слишком сложная. Это очень хорошо на самом деле помогает разработчикам разбивать функции на поменьше, чтобы было проще читать, проще тестировать, проще находить проблемы. Но иногда бывают такие ситуации, когда вам нужно в одной функции, например, записать switch с 15 кейсами. Да, бывают такие ситуации и вот вам нужно именно вот так вот, а еще там в кейсах могут быть какие-нибудь if и проверки и разбивать такой код на несколько мелких не имеет смысла. Поэтому имеет смысл просто поставить такой комментарий. ставя такой комментарий вы как бы говорите, что да, я знаю, что здесь могут быть проблемы, я знаю, что это не совсем хорошо, но нужно сделать именно вот так вот. Как же написать свой линтер? На самом деле очень просто. Все, что вам нужно, это 4 библиотеки. Это parse, token, AST и FMT. Последняя нужна просто для вывода результата вашего линтера. Все это с STD либо, естественно. Вот пример функций и структур, с которыми вы будете работать, если будете писать свой линтер. парс дир, где вы передаете такой вот объект, путь, где вам нужно распарсить файлики, фильтр, если вам нужно что-то отсеять, мод, это там можно парсить все, можно парсить только комментарии, импорты или еще что-нибудь, то есть это такая дополнительная опция, можете посмотреть, если вам нужно что-то конкретно только парсить, там можно включить, то есть по идее оно будет работать быстрее. Возвращается вам на выходе список мапа с пакетами, ну и ошибочка какая-то. Вот эта структура она себе содержит имя, скоп, импорт и файлы, то есть это конкретно какого-то пакета. Нас интересуют эти файлы. Файлы это конкретно один файл .go. то есть в нем мы имеем все документацию, к какому пакету это относится, имя, все декларации, скоп, все импорты, все комментарии, которые там сгруппированы, то есть буквально все, что есть в этом .go файле, все здесь будет присутствовать нам. Вот пример небольшого такого кода. Здесь у нас есть функция main, main запускает full, full запускает в go-routine bar, и ну этот код конечно работать не будет, но он чисто для примера того, как написать линтер, который ищет запускаются ли у нас go-routine в коде или нет, то есть зачем это надо, я знаю одного человека, который не прочь бы запретить разработчикам запускать go-routine в go, как бы это странно не звучало, но на то есть свои причины. И вот собственно весь код этого линтера. Я опустил здесь вот этот вот parse directory, я здесь привожу пример с уже конкретного парса файла, здесь передается source, это просто текст этого гошного файла, мод 0 это я паршу все. И здесь мы получаем этот объект ist файл. Дальше мы делаем inspect на этот файл. И вот здесь вот в свитче, где мы вот этот вот ist ноду смотрим какой у нее тип, мы ищем вот такие вот типы. Этот ist go smtp это интерфейс, который говорит, что здесь у нас go routine и я просто делаю message и вывожу его все собственно. И вот мне выдалось, что go routine ты не пройдешь. 13 строка 5 символ, то есть если посчитать это вот примерно вот здесь вот. То есть оно работает. Подкорректировать вывод этого линтера, добавить parse по директории плюс добавить правильное оформление команд, которые требуются go meta линтером и этот линтер можно добавить в go meta линтер ко всем остальным и запускать его вместе со всеми остальными. Как это сделать? Там очень легко описывается в документации самого go meta линтера. Там все очень просто. То есть нужно, чтобы этот линтер соответствовал определенным форматам и все. Это пример это копия с исходников с go st st go где приводится какие интерфейсы есть для вот этого детекта что мы можем задетектить вот этот go routine вот defer к примеру тоже return и прочее 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 то есть это только маленький кусочек все они там расписаны блоками по всему этому файлу и по названию в принципе понятно что это такое плюс там есть каждому из них небольшой комментарий по конкретике ну если кому-то что-то непонятно то есть оно очень просто нужно смотреть только в один файл и дальше писать логику по обработке этого линтера что вы там хотите туда добавить дальше я взял такой проект как мотормост я уже упоминал и раньше и натравил на него гоуметалинтер он мне выдал очень-очень много срабатываний и здесь я просто привел пример некоторых из них которые там были то есть это большой проект многие пользуются этой штукой и что я нашел допустим прочистки нигде вот таких срабатываний на то что не обрабатывается ошибка на маршале и на маршале просто море и чем это плохо тем что вот такой вот код даже если здесь будет ошибка вы никогда не найдете этот баг то есть оно будет просто давать пустую строку дальше идти там что-то и оно в принципе будет работать но это очень нехорошо то есть и таких там вещей очень много дальше вот пример другого линтера который говорит о том что вот такая вот запись когда у вас есть if в нем return и вы пишете else она бессмысленна то есть вот это вот убираем и вот это вот убираем это сдвигаем туда и получаем тот же самый код который на две строчки меньше и при этом делает все то же самое и он проще для понимания вот таких вот срабатываний там вообще не имею то есть примерно 500 может быть 1000 таких строк было соответственно если вот это вот поудалять вы сразу там 1000 строк кода просто удалите на ровном месте с проекта вот еще примеры то что GoLint допустим он вам ругается на неправильно названные переменные то есть если у вас есть ID или IP или там еще некоторые другие ключевые аббревиатуры то в Go рекомендуется писать их вот в таком вот виде это для того чтобы все было максимально идентично и похоже также запрещено не запрещено а не рекомендуется использовать вот такие вот типы переменных то есть должен быть CamelCase это по GoStyleGuide это то о чем я говорил еще тоже в начале NakedRed он реагирует на то что у вас есть некая функция у которой аргументы которые на возврате они именованы и эта функция она большая то есть это не рекомендуется именованные аргументы на возврате функции рекомендуется делать только на небольших функциях и все вот пример того что там есть функции в мотормосте которые не используются и они просто висят мертвым крузом есть вот такие вот интересные срабатывания я не вникал конкретно что там внутри но скорее всего там используется какая-нибудь MD5 библиотечка и я думаю что там есть что-то получше и вот линтер говорит что чувак там надо что-то сделать или вот тоже сработало на какую-то команду в коде где видимо выставляют права довольно-таки высокие хотя там хватит и этих вот вот собственно у меня все здесь у меня есть еще полезные ссылки это на GoMetalInter на StyleGuide кто о нем не знает и две ссылки на более подробный разбор как с помощью тех вот библиотек по парсу по АСТ как анализировать код и что там еще можно делать то есть кому будет интересно вот это вот здесь можно будет поизучать собственно у меня все спасибо есть у кого-то какие-то вопросы алло меня слышно да 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 дякую Игорь все на связку я думаю все чудово про куча был такой выступ трошки декілька разів в плане чего там еще горутины не можно запускать ну мы знаем о ком я говорил да 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 мы то знаем кто такие все тихо спокойно он не увидит этот доклад он не увидит этот добро добро Игорь пул реквест сделал фиксить баги будешь нет не буду в матермосте а в матермосте нет я когда-то я работал фрилансом и я писал короче менял логику работы матермоста я больше не хочу с ним связываться поэтому болючий досвід да особенно в общем да да ну ты затронул дуже цікаву тему по кодку онлиті і там я думаю не лише стайл гайд і ревью комменс можна згадувати а в принципі і эффективго в эффективго там теж зібрані багато таких ключей які пояснюють чому не варто використовувати геттери в стайл гайде там идут ссылки на эффективго по многим моментам вот конкретно по вот этому что нельзя возвращать минованные аргументы при больших функциях это как раз таки там идет тупо ссылка на эффективго что еще такое цікаво думаю добре я згадаю тебе расскажу потім окей у кого-то еще есть какие-то вопросы да у нас з Ігорем вже поки Ігорь готувався з'явилась ідея якого линтера нам не остачає на проекте це поки ще такий спойлер може у когось якісь думки є таких линтерам їм навыстачає скільки здесь людей не пользуються гумита линтерам или линтерами вообще можете как-нибудь там в чат или включить микрофон и сказать что я не пользуюсь линтерами на проекте что тишина все 19 человек пользуются но если так то у нас вообще the best гоферы по твоему критерію да до речі ви можете переглянути виступ який був на гофер коні в принципі ігор покрив цей матеріал повністю навіть більше трошки я можу подякувати піляжу тишина піляху Продолжение следует...